Харлан Эллисон. Спасблок. Правая рука роботу не видна. Терренс потихоньку подтянул её к себе. От невыносимой боли в трёх сломанных ребрах на миг широко раскрылись глаза. Тут он опомнился и снова смежил веки. За роботом можно наблюдать и сквозь узкие щелочки. Одно движение глаз — и я покойник. Приглушённый неразборчивый рокот механизмов Спасблока вернул его к действительности. Снова он не мог отвести взгляда от стены. Рядом с рабочей нишей робота там висела аптечка. Банально. Близок локоть, да не укусишь. Что здесь она, что на базе Вентерси, проку всё равно никакого. Он чуть не хохотнул. Тихо. Позади три дня кошмара, но если ржать в голос, только приблизишь конец. Вот уж этого хотелось меньше всего. Но долго ли он ещё продержится? Терренс согнул пальцы правой руки. Больше никакого движения позволить себе не мог. Лежал и молча проклинал. Инженера, который выпустил с конвейера этого робота. Политика, сведомо которого Спасблоки оснащают таким никудышным оборудованием. Им лишь бы огрести комиссионное из правительственного контракта. Ремонтника. Даже не потрудился как следует проверить механизм. Всех их. Он проклинал их всех. И они того заслуживали. Он умирал. Смерть начала подкрадываться к нему задолго, до того, как он вошёл в Спасблок. Терренс начал умирать, как только ввязался в эту войну. Он закрыл глаза. Отключился от звуков. Журчание, текущее по трубам охлаждающей жидкости, стрёк от радиопередатчиков, без устали принимающих сообщения со всей галактики, жужжание, вращающееся над куполом антенны. Все звуки постепенно угасли. Воцарилась тишина. За последние три дня к этому средству, уходу от реальности, он припегал не раз. Либо так, либо замереть под неусыпным взглядом робота, и тогда, в конце концов, шевельнёшься. А движение — это смерть. Всё просто. Он гнал прочь звуки Спасблока. Слушал шёпот внутри себя. «Господи, их должно быть миллионы!» Зазвучал в наушниках голос Резника, командира эскадрильи. «И как же они устроены?» Вступил другой голос. Терренс взглянул на экран радара. Мерцающими точками отмечены кибенские корабли. «Поди, разбери. На вид точь-точь поганки. Не поймёшь, что за корабли. Только помните, вот эта часть зонтиковидная, вся утыкана пушками. Так что радиус поражения у них дьявольский. Ладно, рты не разевать. Удачи вам и задайте им там жару». Точно стайка голубей против кибенской арматы. Из космической бездны донёсся шум битвы. Игра воображения. Сюда, в эту могилу, звуки не проникают. И всё же он ясно различил свист. Бластер его космолёт-разведчик испускает луч за лучом, пытаясь достать головной корабль кибенов. Его космолёт-снайпер-класса был почти на острие смертоносной фаланги землян, клином врезавшийся в гущу вражеских кораблей, рассекая их беспорядочный строй. Вот тогда-то это и случилось. Он ринулся в самое пекло, и тут под его выстрелом вспыхнул малиновым огнём левый бок мощного кибенского дредноута. В следующее мгновение Терренс уже далеко оторвался от своей эскадрильи. Она замедлила ход, чтобы не попасть под огонь кибена, и получила возможность манёвра. А он шёл всё тем же курсом, на той же скорости, лоб в лоб с кибеном прямо под прицел торчащих веером пушек. Первым выстрелом противника снесло орудийную вышку и радиоаппаратуру, пятнами выжгло хромированную обшивку кормовых отсеков. От второго удалось увернуться. Радиосвязь прервана. Надо попробовать вернуться в Интерс, на базу, если получится. А если нет, найти какой-нибудь планетоид, совершить аварийную посадку, а подразделение запеленгует его по радиомаяку с пасблока. Так он и сделал. Нашёл на карте астероид под номером 1-333-2А-МС-3-804-39-Л. Цифры эти не значили бы ровным счётом ничего, кроме трёхмерных координат, не будь в конце маленького указателя «Л», что где-то на астероиде есть пасблок. Вот же невезуха, выбыть из боя, оказаться в пасблоке. Но ещё хуже, если топливо вытечет раньше, чем он доберётся до места. Болтайся тогда в космосе, пока не наткнёшься на искусственный спутник какой-нибудь малой звезды. Корабль сел почти неощутимо. Лишь пару раз подбросил, а потом миль десять тащила по поверхности, разваливался на ходу хвостовой отсек. Но в конце концов Терренс оказался всего в паре миль от притаившегося в скалах с пасблока. Две мили по пустынной, лишённой воздуха поверхности планетоида, преодолев их высокими прыжками, он добрался до герметичного купола среди скал. Поскорее бы включить маяк, чтобы эскадрилья засекла его на обратном пути. Протиснулся в декомпрессионную камеру, не снимая громоздкой перчатки, повернул выключатель и, услышав, как со свистом врывается в камеру воздух, наконец снял шлем. Потом стянул перчатки, открыл внутреннюю дверь и вошёл в спасблок. «Благослови тебя, Господь! Спасблок!» – подумал Терренс, отбрасывая прочь перчатки и шлем. Огляделся, вот радиопередатчик, принимает сообщения, сортирует, передаёт дальше. Вот на стене аптечка, вот холодильник, наверняка всего хватает, если только успели пополнить запасы после предыдущего постояльца. Вот робот многоцелевого назначения, замер неподвижно в своей рабочей нише. У настенного хронометра разбито стекло. Да нет, в дребезге разнесён, если присмотреться повнимательнее. «Благослови, Господь тех, кто выдумал эти спасательные станции. Кому пришло в голову разместить их тут и там на такой вот непредвиденный случай». Он сделал шаг. В этот самый момент робот-слуга, что поддерживал здесь порядок в промежутках между постояльцами и выгружал с кораблей припасы, с лязгом покатился к Терренсу и, взмахнув стальной рукой, одним сокрушительным ударом швырнул его через всю комнату. Резкий удар о стальную переборку, и всё тело, спину, бок, руки, ноги пронзило боль. Робот сломал ему три ребра. Мгновение Терренс лежал не в силах двинуться. Оглушённый ударом пару секунд он даже вздохнуть не мог. Это его и спасло. Боль ненадолго обездвижила его, и за этот короткий промежуток времени робот, приглушённо лязгая шестерёнками, успел отступить в свою нишу. Терренс попытался сесть. Робот как-то странно загудел и двинулся с места. Терренс тут же замер. Робот вернулся в нишу. Ещё пару попыток развеяли все сомнения. Нет, он не ошибся. Положение хуже некуда. В механизме робота что-то засбоило. То ли стёрлась, то ли исказилась часть программы, управляющая его поведением. И теперь он готов крушить, сносить с лица земли всё, что движется. Разбитые часы на стене. Теперь ясно, что с ними случилось. Конечно. Двигались цифры на табло, и робот разнёс хронометр напрочь. Сделал движение Терренс, и робот кинулся на него. И кинется снова, если он снова шевельнётся. Если не считать еле заметного движения ресниц, Терренс не шевелился три дня. Он попробовал было подползти к двери в декомпрессионную камеру, замирая, как только робот двигался с места и давая ему вернуться в нишу, а потом снова двигаясь чуть-чуть ближе. Но идея провалилась с первой же попытки. Слишком болели сломанные рёбра. Невыносимая боль. И Терренс застыл в страшно неудобной позе, весь перекрученный, и в этой позе останется, пока не кончится кошмар, каков бы ни был исход. Внезапно он снова собрался с мыслями. Прокрутил в памяти три прошедших дня, вновь остро ощутил реальность происходящего. До панели радиопередатчика 12 футов. 12 футов, и вот он, маяк, который привёл бы к нему спасателей, привёл бы, пока он не умер от ран, от голода, пока обезумевший робот не забил его насмерть. Но преодолеть их всё равно, что преодолеть 12 световых лет. Что случилось с роботом? Времени на размышления навалом. Робот реагирует на движение, но думать можно сколько угодно. Польза, правда, от этого невелика, но думать можно. Компании, поставляющие оборудование для спасблоков, работают по правительственным контрактам. На каком-то этапе кто-то пустил в дело некачественную сталь или упростил процесс производства какой-нибудь микросхемы, чтобы дешевле обходилось. На каком-то этапе кто-то не проверил, как следует этого робота. На каком-то этапе кто-то совершил убийство. Терренс снова приоткрыл глаза, чуть-чуть приоткрыл самую малость, ещё немного, и робот заметит движение век и конец. Строго говоря, это даже не робот, всего лишь дистанционно управляемый, собранный из стальных деталей работяга, неоценимый помощник. Постель уберёт, листы металла сложит, присмотрит за растущими в чашках петри культурами, разгрузит космический корабль, коврики пропылесосит. Корпус отдалённо напоминает человеческое тело, только головы не хватает. По существу это лишь механический предаток. Настоящий же мозг, сложнейший лабиринт экранов, проводов и микросхем, за стеной. Разместить такие тонкие приборы в предназначенном для тяжёлой работы устройстве было бы слишком опасно. Робот может упасть в шахту лифта во время разгрузки, или метеорит в него угодит, или потерпевший аварию космический корабль. Корпус предаток оснащён сенсорами. Это глаза и уши робота. Они передают информацию расположенному за стеной мозгу. И вот в мозгу в какой-то из микросхем что-то там разладилось, сработалась какая-то извилина. И теперь робот сошёл с ума. Не так, как сходит с ума человек. Машины приходят в негодность по-разному, вариантов уйма. Но этот механизм спятил ровно настолько, сколько требуется, чтобы убить Терренса. Пусть даже я смог бы его чем-нибудь ударить. Эту штуку так не остановишь. Или, скажем, бросить что-то, успеть, пока он сюда не добрался. Только толку-то от этого. Мозг останется цел, значит, и механический предаток не выйдет из строя. Безнадёжно. Массивные ручища робота притягивали взгляд. Будто воочию виделось, вот сжимаются механические пальцы, вот между ними проступает кровь. Его кровь. Понятно, воображение разыгралось, и всё же видение не отступало. Терренс сжал пальцы невидимой роботу руки. За три дня он ослаб от голода, то и дело накатывала дурнота. Голова кружилась, саднила глаза, весь в нечистотах, но это уже не мочило. В боку пульсировала боль. Каждый вздох, точно взрыв, опалял лёгкие. Слава богу, он не успел снять скафандр, хоть дышать можно, иначе робот давно бы кинулся, уловив движение грудной клетки. Да, выход только один. Смерть. Он почти лишился рассудка. Не раз за последний день, насколько возможно различить ночь и день без часов, без солнца, снаружи слышался рёв приземляющихся кораблей. Потом до него дошло, что в эту обитель смерти звуки не проникают. Потом дошло, что этот гул из радиопередатчиков, что он просачивается сюда, в спасблок, прямо из-под пространства. Потом Терренс сообразил, что это невозможно. Потом пришёл в себя и решил, что всё произошедшее лишь галлюцинации. А потом проснулся окончательно и понял, что это наяву. Он в западне, выхода нет. Не выкарабкаться. Смерть неминуема. Никогда Терренс не был трусом. Но и героем тоже. Он из тех, кто сражается, из тех, кого ведут в бой, из тех, кого можно оторвать от дома, от семьи, и швырнуть в пучину, имя которой космос, послать защищать то, что кто-то велел защищать. Но случаются в жизни моменты, когда люди, подобные Терренсу, начинают мыслить. Почему здесь? Почему так? Что я такого сделал, чтобы закончить свои дни на богом забытом обломке камня в загаженном скафандре? Не пасть с честью, как сказано в тех бумажках, там, дома, а сдохнуть от голода, от изнеможения, один на один со спятившим роботом. Почему я? Почему? Почему один? Ответа быть не могло. Терренс и не ждал его. Никаких надежд не в чем обмануться. Проснувшись, он рефлекторно взглянул на часы. Увидев разбитый вдребезги циферблат, содрогнулся с просонья и безотчетно широко раскрыл глаза. Робот загудел, из корпуса вылетела искра. Терренс замер с раскрытыми глазами, гудение смолкло. В глазах началась резь. Долго так таращиться он не сможет. Глаза резал вовсю, теперь они заслезились. Точно иголок натыкали. Слезы потекли по щекам. Он быстро зажмурился, в ушах зашумело, робот не издал ни звука. Может, сломался? Потерял подвижность? Что если рискнуть, поэкспериментировать? Чуть соскользнув, он попробовал улечься поудобнее. Робот тут же двинулся вперед. Похолодев, Терренс мгновенно замер. Сбитый с толку робот остановился в каких-то десяти дюймах от вытянутой в сторону ноги человека, что-то прогудел, звук шел и из корпуса, и откуда-то из-за стены. Стоп, внимание. Будь робот в исправности, его корпус почти не издавал бы звуков, не говоря уж о мозге, тот вообще работал бы бесшумно. Но он неисправен, потому-то и думает вслух. Робот откатился назад, не отводя глаз от Терренса. Шаровидные выступы сенсоров на корпусе придавали коренастому, приземистому телу робота жутковатое сходство с каким-то мифическим чудовищем. Жужжание стало громче. Время от времени корпус искрил, и тогда ровный гул перемежался с резким шипением. А вдруг короткое замыкание? Только пожара тут не хватало, тем более, что гасить его некому. Робот-слуга никуда не годится. Где, за какой стеной находится мозг? Терренс вслушивался изо всех сил. Так, вроде бы здесь, или нет, за переборкой, либо у холодильника, либо за радиопередатчиком. Две эти точки отстояли друг от друга всего на несколько футов, но не исключено, что эта разница куда как важна. Стальная переборка искажает звуки, да и корпус робота беспрерывно дребезжит, тут не сосредоточишься. Поди, догадайся, где же мозг, там или тут. Глубокий вдох, чуть-чуть, на долю дюйма сместились зазубренные концы сломанных ребер. Терренс застонал. Высокий вымоченный звук тут же смолк, но долго еще отдавался в мозгу, бился, клокотал точно гимн страдания. В уголке рта чуть дрогнул высунутый кончик языка. Робот покатился вперед, Терренс убрал язык, замкнул зубы, на самой высокой ноте оборвал беззвучный крик боли. Робот вернулся в рабочую нишу. О, Господи, это боль! Что за боль, Господи Боже! Тело покрылось испариной. Под скафандром, под джемпером, под рубашкой защекотали бисеринки пота. Невыносимый зуд сделал боль в сломанных ребрах еще мучительнее. Он шевельнулся в скафандре. Неуловимо, не меняя позы, незаметно для палача. Зуд не утихал. Чем больше пытался Терренс его ослабить, тем сильнее разъедал он кожу. Под мышками, в сгибах локтей, в обтянутых тесными, невыносимо тесными брюками бедрах. До сумасшествия. До одури. Нет, он не выдержит, начнет чесаться. И он почти начал, но замер так и не двинувшись. Легче все равно не станет. Он просто не успеет почувствовать облегчение, умрет раньше. Вот умора, боже всемогущий, как смешили меня всякие недоумки, страдающие чесоткой, что вечно тряслись перед медкомиссией, вечно чесались и довольно похрюкивали. Господи, как же я им теперь завидую. Чего только не лезет в голову, даже самому дико. Зуд не прекращался. Терренс чуть поерзал, стало еще хуже, снова глубоко вздохнул. Осколки ребер опять впились в легкие. На этот раз, слава богу, от боли он потерял сознание. «Ну, Терренс, как вам кибены на первый взгляд?» Наморщив лоб, Эрни Терренс потер пальцем скулу. Потом, взглянув на командира, он пожал плечами. «Просто фантастика». «Почему фантастика?» Спросил командир Фоли. В точности, как мы. Если не считать, конечно, желтой кожи и пальцев-щупальцев. В остальном, человеческие существа. Отключив видеошлем, командир достал из серебряного портсигара сигарету. Предложил лейтенанту. Закурил. Зажмурив один глаз, пристально разглядывая кольца дыма, проговорил. «И даже хуже. Посмотрели бы вы на их внутренности. Будто их вытряхнули, перемешали, как попало, с органами других видов и кое-как запхнули обратно. Лишь бы втиснуть. Ближайшие лет двадцать нам предстоит ломать головы, разгадывая рейзон де тре и их метаболизм. Терренс хмыкнул, вертя между пальцами незажженную сигарету. «Это по меньшей мере». «Точно», — согласился командир. «А в ближайшую тысячу лет будем разгадывать, как они мыслят, почему нападают на нас, как с ними поладить, что ими движет». «Да, пожалуй, если только они позволят нам столько протянуть», — подумал Терренс. «Почему мы воюем с кибенами?» — спросил он. «Я имею в виду, в чем истинная причина». «Потому что кибены стремятся уничтожить любого, в ком распознают человеческое существо. А что они против нас имеют? Какая разница? Может, им не нравится, что кожа у нас не желтая? А может, не устраивает, что пальцы у нас не такие гибкие и гладкие? А может, им кажутся слишком шумными наши города? Да, множество разных причин. Но какая разница? О выживании задумываешься только тогда, когда надо выживать». Терренс кивнул. Он понял. Понимал и кибен. Потому-то, усмехнувшись, он и включил бластер. Потому-то и шарахнул прямой наводкой. Потому и вспыхнул вражеский корабль. Он вильнул, чтобы не попасть под ответный огонь. Резкое изменение курса и кресло заскользило, сохраняя пилоту угол зрения. Закружилась голова. На мгновение Терренс закрыл глаза. Когда открыл, оказалось, что он уже у самой бездны. Балансирует на краю, силясь удержаться, стиснув побелевшие губы. Отчаянным усилием протолкнул в легкий воздух. Длинные гладкие пальцы, его пальцы по стальному полязгивая, тянулись туда, к переборке, где висела аптечка. Робот неумолимо приближался. Заскрежетали, исторгая металлическую пыль, детали корпуса, не весть откуда повеяло ветерком. Он подхватывал и уносил микроскопические частицы металла. Ближе, ближе, вот огромные свинцовые ступни уже почти у его лица, и отползти больше некуда. И тут вспышка. Ослепительное сияние, сколько звезд перевидел Терренс на своем веку, ярче света видеть не приходилось. Робот все еще шагал, оступаясь и спотыкаясь, но грудь его обратилась в огненный шар, мерцающий, палящий, обжигающий. И вот он зашипел, загудел и взорвался. Миллионы стремительно летящих осколков расчертили лучами света, готовую поглотить человека бездну. Только бы не сорваться. Терренс бешено замахал руками и в последний момент вот-вот упадет, проснулся. Спасло подсознание. Даже в аду кошмара он оставался на чеку. Не заметался, не застонал, лежал молча, без движения. Это он знал точно. Ведь он жив. Лишь придя в себя, судорожно вздрогнул, и монстр тут же двинулся из нижи. Тут Терренс окончательно проснулся, молча замер, привалившись к стене. Робот покатился обратно. Выдох. Еще мгновение, чуть затрепещут ноздри, и конец трехдневный, трехдневный или дольше, сколько он спал, конец этой пытки. Есть хочется. Господи, как хочется есть. Бог болел все сильнее, не переставая пульсировал, теперь даже легкий вздох причинял неизъяснимые муки. Все тело скособочено, неловко протиснуто к холодной стальной стене, заклепки буравят кожу. Скорей бы умереть. Нет, умирать не хотелось. Захоти только чего уж проще. Вот бы отключить мозг робота. Невозможно. Вот бы из Фобоса с Деймосом брелок соорудить. Вот бы королеву красоты поиметь. Вот бы из собственных кишок лосос плести. Мозг ведь надо не просто повредить, полностью разрушить, а успеть, пока этот урод не добрался до Терренса и не нанес удар. Между ним и мозгом стальная перегородка, одна неудачная попытка и шансов нет. Интересно, куда он ударит сначала? Да что там, такой-то ручищей раз махнуть и второй попытки уже не нужно. Он так изранен, вздохнуть посильнее и конец. Может, удалось бы через шлюз прорваться в декомпрессионную камеру? Бесполезно. Во-первых, робот настигнет его раньше, чем он на ноги поднимется. Во-вторых, предположим, случится чудо, он прорвется, робот разнесет шлюзовой люк, выпустит из камеры воздух. В-третьих, предположим, чудо случится дважды. Он успеет. И что это даст? Шлем и перчатки останутся в спасблоке. На планетоиде некуда податься. Корабль разрушен, сигнала с него не дашь. Все одно к одному. Чем дольше Терренс думал, тем яснее становилось, больше ему ничего не светит. Не светит? Светит. Светит. Свет. Свет, о господи, возможно ли? Неужто я нашел ответ? Простота решения изумила. Больше трех дней понадобилось, чтобы додуматься. Просто, как все великое. Он едва удержался, чтобы не вскочить от радости. Я не мыслитель, не гений. Почему же меня осенило? Блистательно, ошеломляюще. Смог бы человек поглупее так же просто найти выход? А кто поумнее, смог бы? Вспомнился сон. Свет во сне. Не он нашел решение, нет. Тут сработало подсознание. Спасение было. Было все это время. Руку протяни. Только слишком близко не разглядеть. Его собственный разум искал способ подсказать ему. И, к счастью, нашел. В конце концов, какая разница, как он догадался? Бог, если только у него есть Бог, услышал. Терренс был вовсе не религиозен, но это чудо, пожалуй, заставит его уверовать. Дело еще не сделано, но выход есть. Реальный выход. И он начал спасать свою жизнь. Медленно, мучительно-медленно подтянул правую руку, ту, что не видна роботу, к ремню. Здесь, на ремне, набор принадлежностей, которые могут понадобиться космонавту в корабле в любую минуту. Гаечный ключ, пачка таблеток, прогоняющих сон, компас, счетчик Гейгера, фонарик. Вот это чудо. Светящееся чудо. Терренс прикоснулся к нему почти с благоговением, потом, задохнувшись от волнения, отстегнул, оставаясь для глаз робота по-прежнему неподвижным. Держа фонарик в дюйме от тела, направил его вверх, спрятав за полусогнутой ногой. Взгляни робот в его сторону, увидит лишь эту неподвижную ногу, заслоняющую осторожные движения. Для мучителя он застывший, неодушевленный предмет. Так где же мозг, если за радиопередатчиком, я покойник, если рядом с холодильником, я спасен. На случай полагаться нельзя. Эх, была не была. Он поднял ногу, робот двинулся в наступление, послышался отчетливый гол. Терренс опустил ногу. За обшивкой над холодильником. Робот остановился почти рядом с человеком, все решали секунды. Погудел, поискрил и повернулся к нише. Теперь он знал. Он нажал кнопку, луч вонзился в обшивку над холодильником. Он нажимал снова и снова. Пятнышко света вспыхивало и гасло, вспыхивало и гасло на обшитой металлом стене спасблока. Робот заискрился и выкатился из ниши. Взглянул на Терренса, мгновенный поворот, и вот со скрежетом он приближается к холодильнику. Сокрушительный громовой удар стального кулака обрушился на стену, где мигал и мигал светящийся кружок. Еще удар, еще, снова и снова, пока не подалась, не растрескалась, не разверзлась стальная перегородка, и вот уже размолоты в пыль все эти катушки и платы, микросхемы и блоки памяти. И вот уже робот застыл с поднятой для удара рукой, мертвый и неподвижный, и мозг, и корпус. И даже тогда Терренс не перестал нажимать кнопку фонарика, со стервенением нажимал снова, снова и снова. Потом дошло, все позади. Робот мертв, он жив, он спасется, спасется, теперь нет сомнений, теперь он мог плакать. Сквозь мутную рябь проступили очертания, выросшие до невероятных размеров аптечки. Лукаво подмикивали радиопередатчики. Благослови тебя, Господь, спас блок. Теряя сознание, успел подумать Терренс. Терренс. Продолжение следует...